Вложиться, чтобы экономить. Муниципальная компания СПТС изолирует 5 километров труб отопления и горячей воды на Звездочке в Птицеграде, на Скобянке. Там, где по пути от котельных до батарей кранов были наибольшие теплопотери. На Звездочке, по словам местных жителей, трубами не занимались около 20 лет. Старая изоляция местами осыпалась, вместо домов трубы грели землю и улицу. Нам начали делать теплотрассу в смысле изолировать. Дело в том, что она очень многие года стояла полуоголенная, и теплопотери были просто колоссальные. Ну а сейчас, слава богу, все меняется потихонечку. И вот, наконец-то, очередь дошла до нас. До квартиры тепло всегда доходило исправно, несмотря на голые трубы, рассказывает Галина Балашова. Но это были лишние траты компании СПТС. Котельным приходилось греть воду с учетом потерь. Денис Житких, который исполняет обязанности директора компании с октября, рассказывает, чтобы изолировать трубы на самых проблемных участках, 5 с лишним тысяч метров, потратили полтора миллиона рублей. Когда трубы закроют, ежемесячная экономия составит 200-220 тысяч. Работы окупятся меньше, чем за год. Самая основная проблема в том, что МОПС ПТС топило землю. И вот именно здесь, где мы стоим, если вы увидите, за моей спиной, мы сейчас разделили трубы, поставили каменное разграничение, чтобы трубы не касались ни земли, не касались друг друга, потому что из-за этого была большая теплопотеря. После Нового года отремонтированные участки поверх мягкой изоляции закроют железом. Это дополнительно сократит потери тепла, а значит и расходы компании. По оценкам Дениса Житких, полностью привести в порядок фонд СПТС можно в течение полутора-двух лет. Это не только теплотрассы, но и оснащение котельных. Частично эта работа уже ведется. С октября закупили больше 50 новых насосов и двигателей, которые потребляют в два раза меньше электричества. Александр Бурмистров, Евгений Шевченко. Программа «События».